Глеб и Олег Стриженовы, родные братья, оба стали актерами. Глеб Стриженов, 1925 год, с 16-летним мальчишкой попал на фронт и в первом же бою был контужен. Его признали к службе непригодным, и он стал актером-самоучкой. Профессиональное образование получил после войны. Олег Стриженов, 1929 год, был везунчиком по жизни, его карьера сразу после театрального училища пошла вверх. Поклонники критики советского кинематографа довольно часто анализировали творческие способности актеров Глеба и Олега Стриженовых. Многие помнят Глеба Стриженова, хотя главных ролей в кино он не играл. Актер с неяркой внешностью, большими печальными глазами для советского кино был не совсем подходящим, роли рабочих, жителей сельской глубинки ему не подходили. Глеб сыграл белогвардейского офицера в фильме «Оптимистическая трагедия». Зрители, вероятно, запомнили Глеба в роли священника в картине «Неуловимые мстители». У него была небольшая, но запоминающая роль ветерана войны в фильме. Гараж. На мой взгляд, одна из лучших ролей Глеба Стриженова в фильме «Дни турбиных». Актер предстал в роли генерала фон Шрата. Глеба немного огорчали узкие рамки, в которые Стриженову-старшему оставляли режиссеры. Олег Стриженов был другим, внешность позволяла ему воплотить на экране романтических героев. Зрители восхищались обворожительным красавцем, появившимся в кинофильмах, Овод, 41-й, не подсуден. Казалось, у Олега Стриженова было все, чтобы построить блестящую карьеру, яркая, благородная внешность, талант и расположение к нему режиссеров. Олег Стриженов, тем не менее, сыграл роли ничуть не больше старшего брата, но проблемы были в характере артиста. Свою карьеру Олег Стриженов испортил сам. По словам коллег, Олег Стриженов отличался заносчивым характером, довольно часто ставил коллектив актеров на съемках в затруднительное положение. Бывали случаи, когда съемки в самом разгаре, но Олег вдруг проявлял свой норов и отказывался р. А Батайд даже уезжал, оставив всех буквально у «разбитого корыта». Когда такие моменты стали у актера носить системный характер, работать с ним перестали, информация о невыносимом характере, звездной болезни, Олега Стриженова стала достоянием всех. Разными были братья Стриженова и в реальной жизни. Глеб Стриженов от коллег актеров отличался скромностью, преданностью семье. Через всю свою жизнь он пронес любовь к одной единственной женщине, собственной жене. Актриса Лидия Антонова была покорена талантом молодого коллеги, Глеб хорошо пел, аккомпанируя себе на гитаре, прекрасно читал стихи. При всех своих талантах Глеб, казалось, даже не подозревал, что нравится девушкам, оставался скромным и застенчивым. У Глеба и Лидии была образцовая семья. Супруги дорожили друг другом, не давали повода даже на мгновение усомниться в своей преданности семье, они трогательно заботились друг о друге, о дочери Елене. Глеб ушел из жизни 60-летним, последние годы жизни он боролся с заболеванием легких. Глеб был хорошим братом, терпеливым, чутким, заботливым, между ним и Олегом не было соперничества, они просто были разными. Олег сожалел, что мало общался с Глебом и переживал его ранний уход. Олег счастье в личной жизни обрел не сразу. В первом браке с партнершей по фильму «Овод», у него родилась дочь Наталья, 1957 год Р. Верностью Олег не отличался, у него были романы на стороне. Во втором браке актера родился сын Александр, 1969 год Р. Жена Стриженова в 2008 году ушла в монастырь. На Леонели Пырьевой Олег Стриженов женился в 1976 году, они вместе по настоящее время. Олегу Стриженову в августе нынешнего года исполнится 92 года, он ведет закрытый образ жизни, общаясь только с самыми близкими. Помните ли актеров Глеба и Олега Стриженовых, уважаемые читатели? Большое спасибо, уважаемые читатели, за внимание к статье. Комментарии и лайки весьма приветствуются.